привет друзья ну вот очередная прогулочка вышел на палубу гуляя вот он я я здесь дюша стат все тут очочи просто рабочие но затемненное солнышко чтоб не щурится машины кроты глаза к свету не привыкшие ну и как обещал рассказ о том как я на контракт приехал и через неделю поимел стучащий главный главный со стуком после оверхола юнита все истории мои в этой рубрике очень краткие и быстрее поскольку каждое лишнее слово это вес и потом я вынужден за каждую минуту даже ролик 2 3 5 минут несколько часов на телефон даже не дышать чтобы не сорвалась заливка на вай-фай судовом поэтому так в общем приехала в сентябре в корее сел на пароход на рейде на катере нас привезли и скорее мы пошли первые пару дней шли в неизвестном направлении просто на юг сторону филиппин поскольку не было никаких указаний неизвестно было куда нас направят в итоге через пару дней пришли известия указания что идем на бразилию грузиться железной рудой идем через сингапур соответственно в сингапуре это офис и там приедут проверки и запланировалась бригада для оверхола главного у нас на очереди стоял юнит 5 цилиндр очень приходим мы в сингапур как я потом понял что должна была быть квалифицированная бригада но это в порядке вещей нормальная практика супер интенданты видимо денег сэкономили и нашли соответственно своих там такие конкретные шарамыги приехали которые не знаю спрашивают спрашивал у них в процессе вообще этим занимались да конечно ну как они у нас сделали делаю вывод чтобы лет не только после них у нас беды были сделать без мозгов просто круть вверх открутили собрали а что и как никакого представления не имеют то есть ужасно до хрена их было человек 7 наверное тем не менее толку мало от этого было просто кучковались плюс наш второй в общем овнер хозяин выделил денег на квалифицированную бригаду ну как положено столько сколько это стоит у верхов главного есть определенный прайс лист для этих целей то есть этих супер нашел за три рубля индусов сингапурских оборванцев каких-то в общем приехали они мы в сингапуре все разбежались кто по каким делам каждый по своему потому что там все хоть разорвись сразу и банкировка и приемка масла какое-то там снабжение по мелочи что-то грузить провизия за снабжение не скажу там за весь контракт этот пароход вообще уже год ничего толком не получал под индусским руководством в общем все разбежались кто куда где-то какой-то мэнтеннесс соответственно если что-то критическое 3 у меня был на бункеровки джуниор тоже со мной с обоих бортов проверяли потому что брали все под сраку поджевать почти под 90 процентов получилось я соответственно тоже на контроле еще параллельно успевал бегал одновременно бункеровку масла следил поскольку второго пришлось выделить как раз таки на контроль индусского оверхола вот он один с ними там и сидел причем при этом при всем в итоге они допустили ошибку он этого не просек потому что спал сидел там вместе с ними ну филипп вот в общем все это происходит я принимаю топливо они разбирают чистят там крутят верта происходило это где-то наверное около суток у нас времени было на все про все все это время мы конечно не спали учитывая то что перед этим мы тоже были на маневров несколько часов там малакский пролив заранее надо переходить переводить топливо потушим со скраббером на дизель то есть это многочасовые маневры потом подход постановка на якорь никто не берет во внимание что мы не спали уже несколько часов соответственно тут же приезжают наборы суперинтендант и представителю хозяина овнера и бункеровщик прилетает и все и никого не волнует на все эти международное правило там рестауэрсы которые мы правильно любим закрывать и офис требует чтобы там никаких не было неправильных пометок а все было соответствующим образом часы отдыха то есть все это с практика не соответствует конечно все это подделывается лишь бы власти не докопались по факту ну так вот значит происходит это где-то в течение суток в итоге к отходу я заканчиваю принимать топливо буквально все впритык получается индусы собирают главный пайлот уже заказан стоит уже бот который должен забрать суперинтенданта с представителем хозяина который приезжает на осмотр судна но и делает свой вердикт это у них так называемый проверка вау эффекта все должно быть блестеть чистое красивое подкрашено капитан машине тоже все уже на стреме что вот-вот отход там буквально у нас сейчас остался и до пайлота час или два не больше все главный собран готовим масляный запустили там второй крутит и нужно запустить протестировать толкаем короче главный на воздухе на топливе и появляется стук в районе как раз таки оверхолиного юнита 5 стучит где-то я слышу что в верхней части но и суперу говорю такое ощущение что где-то по верху поршень стучит поршень либо клапан бьет он смеется индус да нет такого быть не может ну в общем быть не может оказалось как потом выявили правда на все на все эти выявления у меня столько нервов ушло это все типопея длилась потом целую неделю в общем ролик будет длинная в следующей заливке продолжу свой рассказ потому что если я сейчас продолжу до конца то рискую вообще не залить его поэтому остановимся вот на этом моменте дальше расскажу при следующей прогулке разделим